привет мои хорошие мне понравилось снимать для вас и для себя простые рецепты на видео и сегодня я случайно зашла в магазин где у нас продается творог магазин и обнаружила что он стал дешевле аж на 17 гривен соблазн велик был купила я его 300 грамм иду домой и думаю что с ним делать так съесть или изобрести что-нибудь и пришла мне в голову мысли изобрести изобретать мы будем сегодня сырники с манкой с манной крупой я их уже делала раньше много раз есть у меня на сайте на моем кулинарном рецепт с пошаговыми фото ну а теперь будет еще и на канале youtube видеорецепт простенький но со вкусом приступим понадобится нам вот такие нехитрые ингредиенты 300 грамм творога манка сахар яйцо ну и щепотка соли может даже яйцо я хоть и взяла самая маленькая но очень может быть что его будет много боюсь я чтоб они жидкими не получились но по ходу дела будем смотреть беру творожок высыпаю в мисочку где я буду замешивать тесто творожное так и разобью сразу целое яйцо сюда все яйцо сахара щепотку соли посолим сахар по вкусу я не знаю на 300 грамм творога ну пару ложек наверное хватит пару ложек и теперь манку пока положу 4 ложки попробую все это смешать и посмотрю так все прекрасно у нас растирается масса не жидкая это очень даже радует меня можно будет лепить видите как плотненький творожок хорошо от отцежен нет у нем сыворотки лишние нет у меня никакой жидкости это радует панировать я буду тоже в ванной крупе и муки сейчас по ходу дела посмотрим ну лепиться должны уже на вкус на вкус в общем то тоже ничего хотя сахара можно было бы добавить что не от этого жидкими станут положу я еще ложку сахара на всякий случай пусть будет три ложки на 300 грамм творога у меня есть изюм секундочку сейчас мы добавим изюм так вот друзья мои у меня еще осталось щепотка изюма я его покупала когда делала березовый квас к сожалению видео я не записала не было вдохновение такая жизнь понимаете когда каждый день над головой ракеты летают то не особо и жить радостно можно забыть случайно и как себя зовут не то что там на видео снять так вот видите изюм я просто покупала он такой длинный какой-то вот вот такой крупный если целиком то не очень я думаю приятно будет ну вот еще у нас так прилично получилось добавляю я его в творог сейчас мы это все перемешаем еще раз и пойдем жарить панировать и жарить все получается разогреваю сковородку с маслом постным тебе пожалуйста вот эта масса у меня творожная творожно манная это у меня миска с водичкой теплой это я буду руки в ней споласкивать и банка для панировки так начну я лепить мокрыми руками потому что потому чтобы творог не прилипал не оставался мне на руках лепила я мокрыми руками вот такой шарик и сейчас я его немножко в манке может даже крупноватый получился до творог конечно магазины есть магазины он такой вообще как пластилин он конечно не жидкий но оно такое нежно расплескающиеся что я даже не знаю как оно может расплавиться сейчас к сковороде прилипнет но мы посмотрим пожалуйста смотрите налепила наплескала жарю вот такие сырники у меня будут сейчас посмотрим как они мне тут у вроде бы не прилипают то это от счастья то прям счастье какое-то что они не прилипают бывает какой-нибудь такой творог попадется синтетический неизвестно из чего что его и отодрать невозможно сковородки не хочет на билку надо брать идти давайте уже как-нибудь хотя бы обдурю все равно большой вообще слепила такой можно было поменьше шарик как скатывать и жарим дальше это у меня второй заход то есть из 300 грамм я налепила восемь штук сырников конечно не очень калиброванные все от руки ручная работа можно сказать но мне так в общем-то и фиолетово мне с них не стрелять я поем и такие приготовила я себе сырники вот такие они интересные получились сейчас вот чаек завариваю и будем регустировать смотреть какие они там внутри ну что предлагаю рассмотреть что вышло а вышло так в общем-то и ничего вижу даже творог местами крупинками все пропеклось ничего сырого нету это вкусно очень даже вкусно мне нравится вы знаете по вкусу даже не важно что творог не домашний очень удачно вот бывает так вот раз на раз не приходится конечно но это тот случай когда просто повезло готовьте до встречи на канале а ставьте лайки пожалуйста не очень важно это подписывайтесь и комментарии тоже оставляйте я читаю все